ЖИВАЯ ШЛЯПА И вдруг как закричит, ай-яй-яй, и бегом в сторону. Чего ты, спрашивает Вадик? Она живая. Кто живая? Шля-шля-шляпа. Что ты? Разве шляпы бывают живые? Посмотри сам. Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа поползла прямо к нему. Он как закричит, ай, и прыг на диван. Вовка за ним. Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на нее и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану. Ай-ой! Закричали ребята. Соскочили с дивана и бегом из комнаты. Прибежали на кухню и дверь за собой закрыли. Я у-у-ха-ха-хожу, говорит Вовка. Куда? Пойду к себе домой. Почему? Шляпы боюсь. Я первый раз вижу, чтоб шляпа по комнате ходила. А может быть ее кто-нибудь за веревочку дергает. Ну, пойди посмотри. Пойдем вместе. Я возьму кочергу. Если она к нам полезет, я ее кочергой тресну. А стой, я тоже кочергу возьму. Да у нас другой кочерги нет. Ну, я возьму лыжную палку. Они взяли кочергу и лыжную палку. Приоткрыли дверь и заглянули в комнату. Где же она, спрашивает Вадик. Вон там, возле стола. Сейчас я ее как тресну кочергой, говорит Вадик. Пусть только подлезет ближе. Бродяга такая. Но шляпа лежала возле стола и не двигалась. Ага, испугалась, обрадовались ребята. Боится лезть к нам. Сейчас я ее спугну, сказал Вадик. Он стал стучать по полу кочергой и кричать. Эй ты, шляпа! Но шляпа не двигалась. Давай наберем картошки и будем в нее картошкой стрелять, предложил Вовка. Они вернулись на кухню, набрали из корзины картошки и стали швырять ее в шляпу. Швыряли, швыряли. Наконец Вадик попал. Шляпа как подскочит кверху. «Мяу!» Закричало что-то. Глядь! Из-под шляпы высунулся серый хвост, потом лапа, а потом и сам котенок выскочил. «Васька!» Обрадовались ребята. Наверное, он сидел на полу, а шляпа на него с комода упала, догадался Вовка. Вадик схватил Ваську и давай его обнимать. «Васька, миленький, как же ты под шляпу попал!» Но Васька ничего не ответил. Он только выркал и жмурился от света.